Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю обсудить вопросы строительства. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Андрей Анатольевич Барановский, председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома, родился в 1977 году в Жлобине. Окончил Белорусский государственный аграрный технический университет и филиал БМТУ, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики. Трудовую деятельность начинал с лесарем аварийно-восстановительных работ к жупуняком в городе Жлобине. С 2002 по 2010 годы работал на этом предприятии мастером по эксплуатации объектов инженерного оборудования и сетей. Начальником производства водопроводно-канализационного хозяйства, начальником цеха. В 2010 году назначен ведущим инженером по качеству управления капитального строительства Жлобинского района. В 2015 году заместителем председателя Жлобинского райисполкома. На должность председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома назначен 12 августа 2016 года. На вопросы, которые касаются сферы строительства прямо сейчас, можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Добрый вечер. Мы встречаемся с вами в преддверии Дня строителя. И, конечно же, я поздравляю вас. Я поздравляю ваших коллег-строителей с наступающим профессиональным праздником. А что вы хотели бы пожелать вашему огромному коллективу в преддверии этого дня? В первую очередь, конечно, хотел бы поблагодарить вас за то, что есть такая возможность поблагодарить наши коллективы, которые сделали огромный вклад в развитие Гомельской области. В первую очередь, построено очень много качественных объектов. Поэтому хотел бы, конечно, всех поблагодарить за ту работу, которую они проделают ежедневно, независимо от погодных условий. Жара это или холод. Это зима, лето, весна. Наши люди, скажем так, созидают в любое время года. Поэтому хотел бы, конечно, в первую очередь этих людей поблагодарить. Поблагодарить эти коллективы за ту работу, которую они проделают. Ну, здоровьем, семьям, счастья. Ну, и самое главное, чтобы все желания, которые они и мечты воплощали в реальность. Вот как-то так вкратце. Ну да, потому что в реальность воплощают мечты очень многих и многих людей о собственном жилье. И, конечно, хорошо бы, чтобы процесс этот был очень легким, гладким, спокойным. Чтобы отношения между всеми сторонами и участниками были благожелательными. И добрыми. Скажите, с какими результатами строители области подошли к этому дню? Которые, наверное, в каком-то смысле являются рубежом. Ну, мы всегда подводим итоги, особенно полугодия. Потому что делается оценка работы в комплексе строительного в целом. И поэтому, когда эту оценку делаешь, видно, какие результаты мы на сегодняшний день достигли. Куда стремимся, что будет дальше. Вот хороший пример на сегодняшний день. За 7 месяцев этого года строители Гомельской области возвели жилья более 300 тысяч квадратных метров. И это самое главное, что это первый результат на сегодняшний день в стране. Результат говорит этот о том, что наши строители в этот показатель вложили и душу, и сердце, и всю, скажем так, инициативу, которую они способны вложить. Что касается объема строительно-монтажных работ, эта цифра тоже очень серьезная, которая говорит вообще о потенциале строительной отрасли нашей. На сегодняшний день тоже по 7 месяцам предварительная информация уже сегодня есть. Объем строительно-монтажных работ в инвестициях составляет 768 миллионов рублей белорусских. Из аналогичного периода того года было 718 миллионов рублей. Мы видим, что прирост есть на сегодняшний день, есть определенная динамика. И анализируя, скажем так, оставшиеся месяцы до конца года, эта динамика прослеживается постоянно. Кроме этого, один из важнейших показателей, который характеризует благосостояние, в первую очередь, человека, который работает строителем, это, скажем, та зарплата, которую он в конце концов будет получать за свой труд. И в этом плане тоже определенная положительная динамика есть. Есть такой показатель, который мы постоянно мониторим, это так называемая выручка на одного работника. И мне очень приятно говорить, что тоже по тем данным, которые уже у меня есть, это по 6 месяцам, эта цифра добавляет. Поэтому это очень радует, это та, скажем так, та оценка работы наших строителей, это та сумма, которую он в конце концов принесет домой своей семье. Это основные направления, которые мы обязательно контролируем и оказываем любое содействие для того, чтобы этот результат был. А какие организации в структуре строительной отрасли региона можно выделить, как пример, правильно налаженной работы? У нас организаций достаточное количество. Если грубо говорить, то в Гомельской области на сегодняшний день в строительной теме, скажем так, занимаются более 2500 организаций. А больших, которые делают вал, это порядка 144 организаций. Из них можно разделить их на подгруппы. Есть домостроители, это у нас три домостроительных кабинета, их отдельно мы оцениваем. Есть общестроительные организации, есть специализированные организации, есть какие-то малые ПМК на территориях. И вот мы вчера подводили итоги. Там ряд организаций, конечно, ну если так вот, грубо говорить, 89 наград мы вчера вручили. Это говорит о том, что у нас есть и организации, есть и люди, которые достойно работают. Если как пример, то из домостроителей, то у нас и Гомельская ДСК, и Мозрецкая ДСК, они в принципе очень неплохо работают. С подрядных организаций, это такие большие тресты, как вот недавно созданы, чуть более года назад, это Гомельский объединенный строительный трест. Также подтягиваются и остальные, такие как 14-й трест, Гомель, промстрой. Есть хорошие результаты в принципе у всех. Спасибо, Андрей Анатольевич. Я думаю, что приятно очень работникам сейчас слышать эту вашу оценку. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слышим вас. Вот скажите, пожалуйста, у нас по Гомель будет производиться декоративная отделка стен, как вот был дом быта, он стоит на улице Интернациональной, на перекрестке с Гагарина, там была декоративная отделка. Будет ли у нас производиться отделка здания вот так в ближайшее время? А вы хотели бы, да? Да, она очень красива была. На каком-то конкретном объекте? Это вот дом быта, как на перекрестке улицы Интернациональной и Гагариной, так же по Реческому шесту в сторону ДК Фестивального на жилых домах производилась вот такая вот декоративная, картинная отделка. А вы хотели бы видеть это на каком-то конкретном объекте? Может быть, у вас есть предложение? Вы знаете, много где хотелось бы снова возобновить и тот ДК, это вот дом быта. Что ездишь, когда автобусом или троллейбусом смотришь, бывало на ту панну красиво, и так красиво было сделано. Пускай вот, когда бы строились здания, вот производилась бы такая отделка декоративная. Спасибо. Спасибо за звонок, спасибо за ваши неравнодушия. Андрей Анатольевич, как вы оцениваете предложение? Вопросы абсолютно правильные и на сегодняшний день очень актуальны. У нас есть такое поручение, которое мы дали уже архитекторам городов. Не только это Гомеля касается, а касается всех районных центров. При строительстве домов использовать, скажем так, элементы белорусской национальной культуры, чтобы какие-то элементы эти присутствовали на фасадах. Я тоже понимаю, когда человек едет рано на работу, когда он отвлекается, видит красивое здание с красивыми элементами фасада, поднимается настроение, зачастую характеристики, которые пока ждут на работе, когда придется хорошее настроение, гораздо улучшится. И такие элементы украшают наш город. Поэтому задачи такие перед архитекторами уже поставлены, я думаю, они будут выполняться. Сейчас вот вы все видите, допустим, как у нас в городе Гомеле, на улице Барыкина строятся новые дома. Пошли мы с красивыми новыми фасадами, но это пока, скажем так, просто стекло, когда уже обычный дом КПД смотрится совсем по-другому. А сейчас пойдем немножко дальше и будем в таком направлении. Ну, уже есть проекты готовые по городу Гомеле с орнаментом белорусским. Поэтому, я думаю, скоро наши жители города увидят. Очень хорошая идея. Андрей Анатольевич, давайте продолжим. Мы с вами говорили о тех задачах, которые сегодня стоят перед отраслью. А что касается районов Гомельской области, то какие темпы, какие объемы работ выполняются там? Кто сегодня в лидерах? Районы тоже разбиваются в этой теме очень перспективно. Всегда у нас, скажем так, флагманом после города Гомеля, на который мы всегда равнялись, подтягивались. Остальные это был город Мозырь. По темпу строительства жилых домов он занимает после города Гомеля второе место. Далее такие тоже большие регионы, как город Жлобин, город Светлогорск, город Речица. Ну и потом подтягиваются малые регионы. И очень приятно, что несколько лет назад было принято решение здесь нашим губернаторам в каждый год приводить, скажем так, в соответствие, подтягивать несколько населенных пунктов районных, чтобы средства, которые идут, не распылялись, а приносили сразу определенный результат. И вот за небольшой этот промежуток времени, там 5-6 лет, у нас многие населенные пункты преобразились. Сейчас в Житковиче, да, насколько я знаю? Да, в Житковиче мы готовим объекты, готовятся к дожинкам. В этом году также было принято решение и воплощено эта ветка. Городок изменился, капитально изменился. Ветка, да, ветка похорошела, конечно. Андрей Анатольевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Андрей Анатольевич, хотел бы вас поздравить с наступающим Днем строителя. Спасибо. Сказать, что приятно видеть на таких должностях 40-летних молодых энергичных специалистов. И вам, как к современному молодому энергичному, вопрос такой. Существует ли какой-то интернет-ресурс, на котором можно видеть перспективные площадки под живую застройку многопортирную? Потому что генпланом города обычно предусмотрено такое крупное зонирование, а площадки, как правило, уже на том выставляются уже под конкретный какой-то объект. А вот промежуточный какой-то документ, где можно видеть, где, в принципе, может появиться такая площадка. Существует или нет? Спасибо за звонок. Вопрос абсолютно правильный. Детальная планировка предусмотрена планом детальной планировки. С этими проектами можно ознакомиться в любой администрации города Гомеля. То, что касается города Гомеля, есть сайты в каждой администрации. Есть общий сайт в Гомельском облсполкоме. Поэтому, в принципе, на этих ресурсах есть информация. Кроме этого, есть информация индивидуально по каждому заказчику города Гомеля. В городе основных это у нас, получается, три заказчика, которые осуществляют строительство именно у Гомеля. Плюс в области это два УКС, это городской и областной, и плюс Гомельский домостроительный комбинат. У них есть специализированный сайт, есть информация. И прежде чем они начинают строить, информацию эту дают. И там, в принципе, видно, план детальной планировки виден, где, в принципе, будет размещаться дом, где это все планируется в будущем. А более объемная информация есть в общих ресурсах на сайтах администрации. Это что касается Гомеля, а то, что касается регионов, в принципе, есть на сайтах регионов. Кроме этого, у нас на сегодняшний день работает, скажем так, центр такой информационный на базе областного УКСа. Пока, скажем так, детальную информацию он собирает только по городу Гомелю. А в дальнейшем мы планируем этот ресурс расширить больше на всю область. Выложить туда все имеющиеся проекты, все имеющиеся площадки, чтобы гражданин мог в любое время, когда ему это удобно, выйти на эту площадку и ознакомиться. Мы это все понимаем, что на сегодняшний день гражданам более, скажем так, удобнее общаться с интернетом и смотреть эти ресурсы именно в интернете. Поэтому мы тоже учимся, мы тоже подтягиваемся и переходим к этим источникам информации массированно. Спасибо за столь подробный ответ. Увеличение объемов, темпов строительства, оно влечет за собой потребность в новых технологиях, в новых материалах. Какие инновации сегодня доступны гомельским строителям? Если вкратце, то у нас на территории Гомельщины есть три основных домостроительных комбината, которые в общем объеме могут выпускать по загрузке максимально более 500 тысяч квадратных метров в год. И все эти домостроительные комбинаты прошли определенный этап реконструкции, замены оборудования. У нас работают линии итальянские, работают линии очень неплохо, что позволяет, скажем так, получать проекты наиболее эффективные, энергоэффективные, строить дома. Линии эти обновились. Гомельский ДСК выпускает серию обновленную, это 152-я М-серия. Мозельский домостроительный комбинат выпускает серию под названием 90-я серия, тоже очень экономичная, хорошая серия, она, скажем так, выдерживает все эти нагрузки и требования, которые на сегодняшний день предъявляются. У нас 3 ДСК, каждый пошел своим путем. Но в строительстве наиболее эффективно сейчас все-таки применять такие материалы, которые, ну скажем так, более природного характера. Это бетон, это стекло и это дерево. Эти направления будут максимально развиваться, потому что эти все материалы выпускаются здесь у нас в стране, и они очень хорошего качества. Мы знаем, наш гомельский завод, гомельстекло обновил линии свои, выпускает очень большую линейку изделий стекла. Есть уже энергоэффективное стекло, которое позволяет заменять, скажем так, целые стены, ограждающие конструкции, делать стеклянные. И та энергия солнечная, которая будет поступать в квартиру, она будет там максимально сохраняться. И та энергия, которая будет от элементов отопления зимой, тоже максимально сохраняться внутри. Это такие инновационные проекты. И основное направление будет все-таки на сегодняшний день в строительстве, вот как я его вижу, все-таки на эти материалы. Это, еще раз повторюсь, бетон, дерево и стекло. Эти материалы, которые производятся у нас в стране, и они очень высокого качества. Как, извиняюсь, закончу, как показатель, что эти материалы востребованы у нас по предприятиям, даже по гомельстекло, вырос экспорт. Очень сильно вырос экспорт за последние годы, потому что этот материал востребован в Европе. Там уже из него строят объекты, в том числе и жилые дома. Используются в строительстве, скажем так. Поэтому перспективный очень материал. Спасибо, Андрей Анатольевич. В продолжение этой темы я предлагаю посмотреть сюжет. Мы вернемся буквально через несколько минут. А сейчас внимание на экран. Завод крупнопанельного домостроения номер один Гомельского домостроительного комбината, основанное в 1957 году, сегодня это предприятие лидера отечественного домостроения. Для того, чтобы произвести первый миллион тонн кубических метров железа бетона, потребовалось 14 лет. Второй миллион ожидали 12 лет, третий еще 15. И еще почти 2 миллиона кубометров продукции за последние десятилетия. Причем это уже не те панели, на которые когда-то было столько нареканий со стороны жильцов. Неровные стены и пол, горбатый потолок. Теперь это в безвозвратном прошлом. Принципиально они отличаются своей прямолинейностью. Если раньше, допустим, на старой серии иногда люди могли столкнуться с непрямолинейностью плит, то эти плиты идеально ровные, они монтируются идеально. И потом уже по вселению людей требуют минимальной отделки. Будущее предприятие сегодня связывает с успешной реализацией инвестиционного проекта. Практически полностью переоборудован формовочный цех, где внедрена английская система контроля температуры бетона. Реконструирован цех производства наружных стеновых панелей. Здесь смонтирована немецкая производственная линия. После установки полностью роботизированной линии итальянского производства отошел в прошлый человеческий фактор. Выпустить некачественную продукцию теперь невозможно даже теоретически. Что, в свою очередь, оказало далеко не последнее влияние на работу, созданной при предприятии архитектурно-проектной мастерской. Сегодня здесь ведется разработка проектов жилых домов в соответствии с европейскими нормативами. И хотя выйти непосредственно на рынок Евросоюза пока не получается, в ближнем зарубежье опыт гомельчан уже широко востребован. Для Российской Федерации, например, проектные работы ведутся с 2010 года. Первые проекты были в городе Белгороде, два односекционных жилых дома, в городе Калуга микрорайон, в Смоленске микрорайон. И сейчас планируется в Российской Федерации проектирование Московской области, в Санкт-Петербурге и в других регионах. Заботиться о качестве продукции гомельских домостроителей заставляет в том числе и ситуация на рынке. Если еще в прошлом году значительная часть квартир строилась с государственной поддержкой, сейчас главный упор на коммерческое жилье. А это значит, что потенциальному покупателю необходимо предложить такое качество, чтобы он не ушел конкурентам. Сегодня гомельский ДСК – это современное предприятие, одна из основных строительных организаций региона. Номенклатура выпускаемых изделий составляет свыше 4000 наименований. При этом, кроме поставок комплектующих для других строительных организаций, работа комбината носит законченный цикл. От поступления на предприятие основных материалов до сдачи собственных квартир и домов под ключ. Хотя ставить точку в деле улучшения качества в домостроительном комбинате не собираются. Сегодня здесь рассматриваются варианты внедрения новых технологий. Соответствующие предложения уже есть. Однако пока подробности на предприятии не детализируют. Благодаря модернизации удалось поставить на производство новую серию 152М. Серия с каждым днем развивается. Разрабатываются новые планировочные решения, новый конструктив домов, который позволяет ответить всем современным качествам потребителя и заказчика. На сегодняшний день у нас разработано порядка 8 планировочных решений. В разработке находятся еще 4. Что отвечает всем современным требованиям строительства. Вы смотрите диалог Андрей Анатольевич Барановский, председатель комитета по архитектуре и строительству облсполкома. Сегодня у нас в гостях. Андрей Анатольевич, конечно, качество строительства во многом зависит от качества строительных материалов. Как раз о них и об отечественных, в том числе вы, отозвались достаточно высоко, чуть ранее. С чем же тогда связаны те недостатки, которые выявляются уже при сдаче дома? Вопрос, конечно, очень правильный и своевременный. Мы ситуацию в комитете, конечно, это постоянно мониторим по качеству строительных объектов. Есть на сегодняшний день очень хороший, скажем так, уровень оценки этой работы. Это количество обращений в комитет, в том числе и обл- и райсполком по районам и городу Гомелю. Обращения населения по этой теме. Очень приятно, конечно, что за прошедший год этих обращений уменьшилось порядка на 30%. Это определенный результат, который мы совместной командой нашей стараемся и добиваемся. Хороший, скажем так, был толчок для того, чтобы уменьшить, скажем так, некачественное строительство объектов. Это когда на уровне страны была принята расширенная гарантия. Это 5 лет. Это расширенная гарантия, ну, скажем так, наших строителей немножко подхлестнула. Потому что начали понимать, что да, если я сделал неправильно, что-то некачественное, буду 5 лет ходить и восстанавливать это все. Кроме этого, гарантия будет продляться на тот срок, когда строитель восстанавливает это все. Это очень хорошо подхлестнуло, и мы видим результат. Но на сегодняшний день, конечно, есть моменты, на которые мы обращаем внимание. В тесной связке мы работаем с нашими гостою надзором, так называемые. Есть предприятия на территории Гомельской области, есть свои филиалы. Постоянно мы просим от них информацию. Они еженедельно нам сообщают пообъектно, где какой объект, где какие недостатки выявлены. Эти недостатки полностью анализируются и дается оценка тем руководителям тех предприятий, которые допустили. Вот какие недостатки фигурируют в этих отчетах? Очень приятно, что таких тяжелых, грубых нет. Что объект, скажем так, или если это жилой дом касается, что его нельзя принимать. Есть недостатки в качестве установки таких окон. Это такой вопрос, с которым всегда обращаем мы на него внимание. Есть подвижки, но допускаются промахи. В первую очередь это, наверное, в некоторых местах из-за халатности все-таки при установке этих окон. Когда люди заселяются в квартиры, я рекомендовал бы, конечно, проверить в первую очередь входные двери, посмотреть качество установки, окна посмотреть, потом обратить внимание на стыки, определенные перепады, которые имеются и допускают наши строители. Но та технология, которая располагает любое строительное предприятие, скажем так, дает возможность этим строителям не допускать такие грехи. И тут только такой вариант. Плотная работа с госстроенадзором, работа на местах с руководителями предприятия и с коллективами объяснять. И бить, конечно же, рублем, если некачественная работа, она должна быть выполнена за счет виновного лица. Вот мы такие меры принимать начали. На сегодняшний день дает это положительный результат. Помните случай, когда не был принят дом из-за выявленных нарушений или была отложена приемка? Скажем так, сейчас глобальных таких нету проблем. Я расскажу почему. Потому что комиссия по приемке, допустим, если это взять жилой дом или объект промышленного назначения, работать начинает заранее. И все члены комиссии начинают, скажем так, определенные проверки проводить и давать свои замечания. Поэтому, если говорить о Гомельской области в целом, то за прошедший год у нас нет ни одного сверхнормативного дома. Ни одного. И такая тенденция-то очень неплохая. Это говорит о том, что своевременно эти замечания были и выявлены, они устраняются. А как вы оцениваете качество жилья? Мы поинтересовались мнением жителей новостроек. Давайте посмотрим. Давайте. Нам нравится. Пока не жалуемся. Все устраивает. Хорошо. Людям жить, где есть. И какие деньги платят, такие виды работ делают. Этот дом фактически с маленькими детьми и с инвалидами. Бетонный пол просто покрыт линолеумом. Но это, конечно, сами поймите, маленькие дети. И сколько это стоит еще, чтобы облагородить. Но так, в принципе, в принципе, хорошо. Трещины идут. Как бы все это сырость. Окна плохо установленные. Я как бы не строитель, но смотрю, что как бы по соседям, что жалоб много. А на что жалуются? Ой, ну, у меня просто квартира на втором этаже как бы не крайняя. Но жалуются, что и текут, и стыки, и в подъездах. В интернете читаем, что пишут, как бы жалоб хватает. В принципе, по нашей квартире у меня как бы пока претензий нет, пока мы не живем. А там не знаю, что будет. Многое я знаю, что меняли, переустанавливали окон на балконах, потому что говорили, что и дует. И зимой просекало очень много балконов. Поэтому меняли раму. У нас квартира с отделкой ничего, только что балконы обшили. Строительство идет хорошо, получили достаточно быстро. Инфраструктура не очень развита. По-моему, нормально. Не знаю, мне все устраивает. Меня в частности. А так людей я ж не знаю. Судя по нашему дому, то все нравится. Ну, район строится. Все нравится. Только, конечно, бы еще садиков нам каких-нибудь, школу. Было бы вообще замечательно. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о строительной отрасли. Уважаемые телезрители, предлагаю вас присоединиться. Около 10 минут у нас еще есть в запасе. Поэтому, если у вас есть вопрос, звоните. Андрей Анатольевич, мнения разделились. Жители одного микрорайона. Вот как вы говорили, что основные проблемы связаны с окнами. Окна, балконы. Ну, и второй момент, который прозвучал, инфраструктура. Тут, наверное, пока для жителей Шведской горки особых хороших новостей, наверное, нет. Или я ошибаюсь? Ну, новости хорошие есть всегда. Почему же нет? Во-первых, когда в целом рассматривается регион, или, допустим, район какой-то, или рассматривается город, вы же обратите внимание, что сейчас массированно мы пытаемся строить дома, и будем их строить там, где уже есть объекты. И детские сады, и школы. Это так называемые проекты по уплотнению. Потому что, ну, ряд людей хочет жить, допустим, в центре, нравится это движение, нравится такая жизнь. Поэтому мы работаем и с этим направлением. Это дает возможность построить дом, там, где есть уже все. И доступные магазины, школы, сады. Плюс такой проект, ну, для Гомельской области, конечно, он не новый. Я, как всегда, говорю, что такое новое, это хорошо забытое старое. Поэтому вот встроенный детский сад, который сейчас строит наш Гомельский ДСК, этот очень проект хороший. Мы на него рассчитываем. Если людям, которые будут жить и пользоваться этим садом, им очень понравится, мы будем воплощать такие проекты, в принципе, по всей территории Гомельской области. Этот сад мы планируем ввести уже в этом году, к концу года. И детки уже получат свои места. Этот проект, чем хорош, что затраты на, скажем так, одно место ребенка, ну, в разы ниже, чем если строить такой объект отдельный. Конечно, есть свои сложности по питанию, есть нормирование по санстанции. Но я думаю, мы с этим поработаем, все будет хорошо. Этими же проектами, вот, скажем так, заинтересовались уже наши коллеги из других областей. Есть определенные обращения, допустим, с города Бобруйска. Там тоже им понравился этот проект. Они приезжали к нам, посмотрели. И вот сейчас ждут, как мы это дело воплотим. И если, скажем так, будет спрос у населения на такие объекты, они готовы тоже у себя строить. Это очень хорошая тема. Поэтому город будем развивать и инфраструктуру тоже в первую очередь строить для таких объектов. Есть планы и по Гомелю, и по другим регионам. И объект. Но в первую очередь пока работаем на уплотнение, потому что еще есть такая возможность. Это на сегодняшний день, скажем так, наиболее эффективное расходование средств, в том числе бюджетных. Как в соответствии с новым генпланом будет развиваться дальше город Гомель? Ну, генплан в конце 2016 года был уже утвержден. Я думаю, там кто хотел, уже на ресурсах он есть, ознакомились. Но если, что касается города Гомеля, то основное направление будет развиваться это юг, это сторона Новобелицы. Там будут застраиваться, продолжат застраиваться дальше микрорайоны. В районе, скажем так, площадка за Кристаллом будет развиваться. Почему интересна эта площадка? В первую очередь своей экологией. Там будут дома, там будет лесной массив, он максимально будет сохранен. Это чистый воздух для людей. Ну и подтягиваться туда будет все остальное, я думаю, и сети, и магазины. Сейчас можно видеть, как там начал развиваться уже 104 микрорайон. Уже есть торговые объекты, там такой большой магазин, там сам построен, там часть малых объектов. Сейчас строится целый комплекс торгово-развлекательный там будет для людей. Поэтому у нас за жильем потянутся инвесторы, те, которые хотят предоставить такую услугу. А за ними, я думаю, потянутся такие объекты социальные, как сады и школы. Андрей Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как, кто может воспользоваться государственной поддержкой для того, чтобы строить жилье? Ну, государственной поддержкой у нас пользуются, если говорить вкратце, это 17 категорий населения. Это и многодетные семьи, и семьи, воспитывающие детей инвалидов, дети-сироты, военнослужащие, люди, которые, скажем так, не имеют возможности построить самостоятельно. Андрей Анатольевич, видимо, мы на этот вопрос уже будем отвечать очень кратко и в самом конце программы, потому что есть звонок на линии. Хотелось бы, конечно, еще успеть человека выслушать. Здравствуйте, я прошу вас, пожалуйста, по сути. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Я проживаю на Абелице, Калениково, 1, квартира 55, микрорайон 94-96. Вот у нас буквально вчера собрание было, и месяц-полтора было собрание, тоже с домом правлением приходил администратор. И вопросы те же самые идут по браку строительных работ. Швы у нас вываливаются в домах, балконы стеклянные выше текут. Со светом проблемы, сантехникой проблемы. И вот уже гарантия нашего дома, буквально, Калениково уже в сентябре-октябре заканчивается. А ВОЗ и ныне там. Если вы нам можете помочь в этом вопросе, помогите, пожалуйста. Поняли. Кто же еще вам не поможет? Спасибо за звонок. Андрей Анатольевич, нужно отправиться. Я готов, конечно, ответить на этот вопрос. По адресу. Детально эту проблему на сегодняшний день, конечно, лично, сам я не знаю. Но в том плане, если вы переживаете, что оканчивается гарантия, и если какие-то меры до конца не приняты, тут можно не переживать. Я выше говорил, что на тот период, пока организация-застройщик устраняет свои, скажем так, эти моменты гарантийные, гарантийный срок продляется. Поэтому тут уже, конечно, переживать не стоит. А я попрошу в конце эфира, мне дадут контактный номер ваш, я детально свяжусь с вами и уточним, кто строил, кто застройщик. Потому что, чтобы сейчас конкретнее отвечать, что за проблема, надо понимать, кто строил, когда строил и что это за дом. Конечно же, мне детально разобрать. Поэтому, я думаю, мы детально разберемся по этому случаю. Спасибо. Андрей Анатольевич, около трех, наверное, с половиной минут у нас есть. Я бы хотела, чтобы вы рассказали о механизме строительства жилья с государственной поддержкой, о новом указе, о том, кто и как может рассчитывать и на адресные субсидии. Совсем недавно они у нас появились. Ну, если только вкратце и за три минуты. Что вы считаете основным во всей этой структуре? Основное, 240-й указ, который приняли, он дает возможность субсидировать на сегодняшний день конкретно физическое лицо. Никак раньше это субсидировались банки и, соответственно, дополнительные затраты несло государство. Поэтому здесь гражданам волноваться сильно не стоит. Те категории граждан, которые попадали по действию 13-го указа, они на сегодняшний день попадают, распространяются по действию 240-го указа. Игодниками мы по-прежнему можем их называть. Конечно. И на сегодняшний день этот указ уже начал действовать, уже начал работать. На территории Гомельской области по действию данного указа уже будет построено 5 домов, только в этом году начнется строительство. Два – это город Гомель, Федюнинская улица, один – Мозырь, Светлогорск и Жлобин. Но на сегодняшний день, вот я открою такой небольшой секрет, пришел определенный документ и каждая область дает потребности своей финансирования в ряде исполнения этого указа. Сколько все-таки областям надо финансовых средств, чтобы подключить для этой программы не только два банка, которые сегодня работают, это Белагробанк и Беларусьбанк, но и подключить остальные коммерческие банки. Поэтому банки, скажем так, дали свою заинтересованность. Они хотят с этим работать, чтобы средства работали и движение было денег, движение строительства объектов. И мы помогали тем категориям, которые на сегодняшний день не обеспечены жильем или не полностью обеспечены. Поэтому это вкратце действие указа уже начало распространяться на эти категории граждан. И я думаю, этот указ даст возможность уже всем улучшить свои, ну всем нуждающим, скажем так, улучшить свои жилищные условия. А всем прочим категориям, кто не попадает вот в этот перечень, что бы вы порекомендовали? Как действовать? На сегодняшний день алгоритм простой. Чтобы получить качественное, на более дешевое жилье, надо обратиться напрямую к застройщику. На первичном рынке у наших застройщиков, у тех же ДСК или Управления капитального строительства, есть возможность дать недорогое и качественное жилье любого, скажем так, потребительского качества. Если оценить объем на сегодняшний день, то порядка 300 квартир есть только в городе Гомеле, которые ждут своих, скажем так, клиентов. И тоже очень такая позитивная информация, что на сегодняшний день мы удерживаем такой показатель, как самый дешевый квадратный метр в стране. Поэтому есть возможность. Да, и вот на этой ноте мы должны сейчас закончить. Благодарю вас за беседу и за все хорошие новости, которые сегодня прозвучали еще раз с профессиональным праздником. Спасибо очень большое. Андрей Анатольевич Барановский, председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и за ваши вопросы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»